Кирдык вашей Америке. Репортеры обычно отважны. Дурят малообразованные нации, абсолютно и безидеевны. Но президенты, они такие, знаете, мечтатели обычно. Абсолютный респект. Привет. Свершилось чудо, как говорил Карлсон. Сбылась мечта всех людей, ненавидящих Америку. Она развалилась на части, и внутри ее идет гражданская война. Именно об этом же все мечтают, верно? Но как показывают жалкие сборы в России, полтора миллиона долларов против 65 в США и 108 в мире, нам тут в России глубоко плевать на Америку и на ее проблемы. Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел фильм новоможной студии А24 «Падение империи». Итак, кирдык вашей Америке. Но отважным репортерам нужно взять интервью у ее президента. Заметили, кстати, что репортеры обычно отважные. Представители других специальностей могут быть разными. Смелыми и трусливыми, честными и коррумпированными, добрыми и злыми. Но репортеры всегда отважные. Хотя иногда бывают коррумпированные. Но чаще отважные. Нам надо туда. В столице журналистов расстреливают на месте. Ну вот наши отважные репортеры едут в сторону Вашингтона, чтобы взять интервью у президента Америки. В самом же Вашингтоне некому это сделать, потому что осталось так мало отважных репортеров. И поэтому наши герои должны проехать тысячу километров по опаснейшим местам. Пойдем туда. Погибнем. Президент, которому мчат наши отважные репортеры, скоро перестанет быть президентом. В связи с тем, что Америке, в смысле Соединенным Штатам, скоро настанет конец. Поэтому надо поторапливаться. Точнее, конец штатам уже настал. И эти штаты уже давно не соединенные, а скорее разъединенные. Даже воюющие. Но президенты, они такие, знаете, мечтатели обычно. Так называемые силы Запада, Техас и Калифорния понесли сокрушительное поражение. Все им кажется, что их мечты должны обязательно осуществиться. Да. Ну так вот. Наши отважные репортеры катят по Разъединенным Штатам. И понятно, что эта прогулка не будет ни веселой, ни радостной. Теперь она пришла в наш дом. На что только не пойдут алчные киношники, только бы заработать деньги. Что? Развалить Америку? Пожалуйста. Устроить гражданскую войну? Нет проблем. Укакошить в кадре президента США? Подержите мое пиво. Силы Запада доберутся до Белого дома уже к 4 июля. Самое забавное, что всю эту ересь они продают тем, кто их больше всего ненавидит и отдают свои копейки как раз на богатство Америки. То есть буквально дурят малообразованные нации, продавая им фильмы о своей несчастной жизни. Но мы, русские, не такие. Всего 300 тысяч зрителей посмотрело на это и, я полагаю, какая-то часть просто из любопытства. Прошу остановись. Что можно сказать о фильме? Он хорош. Атмосфера отличная. Герой геройствует. Артисты играют. Оператор снимает. Все супер. Но при этом какая-то абсолютная безидейность. Одна нация под богом. Обычное зрелище о тяготах и ужасах войны. Поразит ли он вас чем-то? Полагаю, нет. Отлично проведенные пара часов, после которых и поговорить-то не о чем. Не обсуждать же на самом деле, какая плохая вещь война, верно? Давай, давай, давай! Что меня поразило, разность менталитетов. Наш и не наш. Ну как бы в кино, я естественно только про кино, обращались с отважными репортерами в России. Мы это себе как-то представляем. Надавали бы по шапке и выгнали. Ни в какую атаку бы не пустили, уж тем более не вставляли бы для большей безопасности в боевое отделение. Это у нас. У них все наоборот. Суровая гражданская война, но священное слово «репортер». И все притормаживают. Ну как же, свобода слова, все дела. Как можно не дать снять то, что он хочет? Невозможно же такое представить. Боже, храни Америку. Ну и не могу не отметить Джесси Племонса. Обожаю этого актера. Настолько он точен во всех своих образах. При этом не могу сказать плохо ни об одном актере этого фильма. Все молодцы, все сыграно классно. Но Джесси играет на каких-то невероятных оборотах. Окей. Откуда ты, американец? Такая точность, что просто персонажи из моей жизни. Абсолютный респект. Вот собственно и все. Симпатичное произведение для одноразового просмотра. И без особо интересных мыслей. Развлекуха для всех, кто ненавидит США. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Бусти, шмусти. И все вы знаете. Сам я себя не прокормлю. Пока.